Я стараюсь мотивировать команду своим собственным примером. Я задаю достаточно высокую планку качества и стараюсь соответствовать ей в первую очередь сама. Я работаю в компании Schneider Group уже почти 7 лет. Я пришла сюда в 2014 году на позицию юрисконсульта и в тот момент на первых порах занималась, как ни странно, корпоративным правом. Это сейчас я уже доросла до руководителя практики коммерческого права, занимаюсь совершенно разными вопросами, касающимися интеллектуальной собственности, антименопольного права, договорной работы. На первых порах я работала с компаниями в части регистрационных вопросов, например, создания или ликвидации компаний. И со временем в моей практике стали появляться все более сложные, разнообразные кейсы. Постепенно я стала расти, меня повышали до старшего юриста, руководителя направления. И моими руками в конечном итоге, могу с гордостью сказать, была создана целая практика, которая на данный момент занимается очень большим спектром вопросов. Мне нравится заниматься вопросами, которые помогают бизнесу развиваться, расти, функционировать и решать какие-то текущие задачи. Коммерческое право — это именно то, что бизнесу требуется каждый день. В традиционном понимании для многих людей коммерческое право — это, в первую очередь, договоры. Для нас это то ядро, вокруг которого мы строим практику, но это далеко не все, чем мы занимаемся. Антимонопольное регулирование, вопросы защиты интеллектуальной собственности. Также, в принципе, если у клиентов возникают какие-то сложные, неординарные, экстравагантные вопросы, которые сложно отнести к тому или иному направлению, мы, как правило, занимаемся ими также в нашей практике. То есть, если мы понимаем, что вопрос не связан, например, с трудовым правом или с корпоративным, или это не налоговый вопрос, то с большой степенью вероятности он будет обслуживаться именно у нас. Больше всего мне запоминаются и больше всего я горжусь проектами, которые заставляют меня почувствовать, что мне удалось с помощью своих усилий и с помощью команды создать что-то новое, помочь людям в чем-то. Например, наш клиент обратился к нам в тот момент, когда принял решение прекратить работу с дистрибьютором и создать собственную дочернюю компанию. Мы консультировали его по вопросам, связанным с передачей деятельности от дистрибьютора в руки собственной компании, с вопросами лицензирования. Помогали клиенту поддерживать маркетинговую деятельность и рекламу с тем, чтобы в период, когда лекарства наиболее необходимы, в период простуд, они исчезли бы и клиент таким образом не потерял бы долю на рынке. Помимо юридических услуг, этот клиент также пользуется услугами наших налоговых консультантов, услугами бухгалтерии, арендует у нас офис. И в целом из одних рук даем клиенту все, что ему нужно для того, чтобы успешно осуществлять свою деятельность на российском рынке и не задумываться о том, что необходимо решать какие-то насущные вопросы. В профессии юриста какой-то значимый видный результат возникает не всегда очень быстро и сразу. И поэтому необходимо сохранять настрой, фокус, концентрироваться на задачах, которые необходимо выполнить здесь и сейчас, для того, чтобы в будущем оказаться там, куда ты стремишься и достичь каких-то долгосрочных целей. Я думаю, что мой секрет заключается в том, что я просто очень искренне и глубоко люблю свою профессию, то, чем я занимаюсь, поэтому мне удается находить в себе ресурс для того, чтобы решать трудные задачи, концентрироваться на мелких деталях, понимать значения каких-то мелочей, которые, возможно, в долгосрочной перспективе и не будут вспоминаться, может быть, и не будут уже потом видны. Но сейчас для того, чтобы завершить какой-то этап проекта, этап работы, они необходимы, и без них, проскочив их, нельзя двигаться дальше. И мне кажется, что в работе юриста важно не только вкладывать в работу свои профессиональные знания и опыт, важно также и эмоциональное отношение к проекту, важно заботиться о клиенте, важно, чтобы юристу действительно было дело до того, как будет развиваться проект, чем он закончится. И когда есть вот эта личная составляющая, личная забота о клиенте, о том результате, к которому ты стремишься, тогда все действительно складывается хорошо. И мне кажется, что именно к этому и стоит стремиться в нашей работе.